Они не только наводят уют на улицах и в микрорайонах, но и помогают нуждающимся. Когда началась пандемия коронавируса, активисты территориальных общественных самоуправлений стали еще и волонтерами. ТОСовцы из Чердоклинского района регулярно посещают пенсионеров и приносят им самое необходимое. Медикаменты, продукты питания и средства индивидуальной защиты, маски, перчатки и антисептические растворы. Одно из самых активных самоуправлений находится в поселке Чердоклы. В ТОСе Октябрьское эффективно решаются вопросы по благоустройству. Руководитель общественного подряда Екатерина Паульс всегда на связи с местными жителями. Так как у нас есть свое сообщество волонтеров Чердоклинского района, соответственно, у нас есть куратор. И у куратора есть номер телефона каждого волонтера. Она уже или он отслеживает территориальное местоположение того гражданина, который нуждается в помощи. Жителям улицы Октябрьской помогают несколько общественников. ТОС небольшой, но деятельный. Каждую неделю добровольцы приносят гостинцы соседям по улице. В этот раз пенсионеры получили медицинские маски и перчатки. Лидия Григорьевна и Валентина Федоровна всегда с благодарностью принимают помощь. Уже не первый раз помогают. У нас расположились очень приятные условия. Катя у нас вот рядышком живет. Так нормально все у нас. Часто приходит? Ну, часто, да. Что приносит? Часто. Ну, что приносит? Приносили продукты несколько раз. Катя всегда свои условия предлагает куда-то довезти нас. Мы довольны, Екатерина. И вот во время пандемии тоже нам паёк приносили. И так она вещает нас, спрашивает о нашем здоровье, как дела, не нужна ли помощь нам. В этом отношении мы довольны. В Чернохлинском районе создано 10 ТОСов. Эти самоуправления ощутимо помогают обустроить быт. ТОСы активно принимают участие в различных конкурсах. Выигрывают их оттуда. Ну, конечно, без поддержки бы как раз администрации такого бы не было. Поэтому успех, я считаю, развития Чернохлинских ТОСов – это правильно выстроено взаимодействие и поддержка как раз непосредственно администрации. Ассоциация ТОС продолжает развивать новые направления. В этом году руководители самоуправления начали сотрудничать с Министерством природы и цикличной экономики. Теперь общественники следят и за окружающей средой. Владимир Сидоров вручил местным активистам удостоверение инспекторов по экологии. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.